Всем привет! Согласно исследованиям Ганса Юргена Айзенка, коэффициент интеллектуального развития в диапазоне от 90 до 115 баллов является нормой. Таких людей на нашей планете большинство. Показатели выше этих цифр свидетельствуют о высоком интеллекте. Менее 90 баллов означают невысокий уровень развития ума. А цифры 70-85 могут указывать на пограничные отклонения. 50 и менее набранных баллов означают, если не умственную неполноценность, то точно крайнюю глупость. Наверняка вам будет интересно узнать, кто из знаменитостей умный, а кто, мягко говоря, не очень. Несколько лет назад ученые из Российской Академии Наук предлагали группе из 50 российских селебрити пройти тест Айзенка. Все наши любимые звезды отказались, кроме одной. Но исследователи приняли решение проанализировать высказывания знаменитостей, особенности их речи, эрудицию, а также мимику и жесты. Психологи оценили IQ хулигана отечественной рок-сцены Сергея Шнурова почти в 135 баллов, что, конечно, вряд ли кого-то удивит. А вот информация, что Шнур целых три года учился в духовной семинарии, станет открытием для многих почитателей его таланта. Дерзкий сценический образ и стихи, щедро приправленные обсценной лексикой, не могут замаскировать такой высокий уровень интеллекта. Сергей, скорее всего, просто не нашел времени проходить какие-то там тесты. Практически на одной ступени со Шнуровым стоит Арнольд Шварценеггер. Присутствие «Железного Арни» в списке самых умных знаменитостей тоже вполне понятно, ведь только человек с неординарными способностями мог создать такую блестящую кинокарьеру и стать губернатором Калифорнии. Неудивительно, что уровень IQ Мистера Вселенная тоже равен 135 баллам. «Бегло читать» Джоди Фостер научилась, находясь в том возрасте, когда многие другие дети еще плохо умеют говорить. Первую звездную роль Джоди сыграла в 14 лет, что едва не стоило ей жизни. Юная актриса, блестяще исполнившая роль проститутки в драме «Таксист», стала объектом преследования маньяка. Опасаясь за свою жизнь, Джоди провела несколько лет в затворничестве, но нашла в себе силы окончить университет и получить ученую степень по литературе. IQ агента Старлинг составляет 132 балла. В 1981 году режиссер драмы «Москва слезам не верит» совершенно случайно узнал, что его картина была удостоена «Оскара». По мнению ученых, уровень интеллектуального развития народного артиста России Владимира Меньшова колеблется в пределах 120-130 баллов. Красавец Джордж Клуни стоит на одной ступени с российским режиссером. IQ голливудской звезды равен 127 баллам. Как и Владимир Валентинович, Джордж достаточно умный человек, но точные науки это не для него. Такие люди с ранних лет тяготеют к творчеству, обычно они легки и приятны в общении. Интеллектуальный уровень Анжелины Джоли составляет около 120 баллов. Это чуть-чуть выше нормы. Такой результат говорит о высоком интеллекте. Но разве важны результаты IQ, если у женщины такие ноги и такие губы? Доктор Айзинг утверждал, что мужчина и женщина выбирают друг друга, в том числе и по уровню интеллекта. С этим наверняка согласится и мистер Смит, ведь он демонстрирует результат, равный результатам Анжелины. Уровень IQ Брэда Пита составляет 119 баллов. 115-120 баллов ученые РАН дают политику и успешному предпринимателю Ирине Хакамади. Знаменитая дочь японского коммуниста окончила Университет дружбы народов и успешно защитила кандидатскую диссертацию по экономике. Ирина Мацуовна свободно владеет несколькими языками, пишет книги и ведет тренинги по саморазвитию. Не больше 105 баллов, по мнению ученых, может набрать Владимир Винокур. Считается, что человек с таким результатом не склонен к заумным философским рассуждениям. Он добр и обаятелен, очень любит пошутить и является всеобщим любимцем. Ну что, как вы считаете, соответствует такое описание российскому юмористу? Совсем рядом с Владимиром Винокуром стоит Брюс Уиллис. Результат теста IQ Брюса равен 100 баллам. И хотя некоторые коллеги голливудской звезды отмечают его несносный характер, в обаянии мистеру Крепкому Орешку точно не откажешь. Натуральный блондин Коля Басков – человек приятный абсолютно во всех отношениях. Веселый и бесхитростный золотой голос российской эстрады может похвастаться огромным количеством друзей. Он всегда придет на помощь и поддержит звездного собрата в трудную минуту. Николай тоже набирает 100 баллов. Мы не знаем, как отнесется Николя к трем голливудским подружкам, расположившимся прямо рядом с ним. Одну из девушек зовут Линдси Лохан, а ее уровень IQ равен 90 баллам. Что-то маловато. А может быть, Лило была не совсем трезвой или страдала от похмелья, когда проходила тест? СМИ не скупятся на эпитеты для Перрис Хилтон, которая традиционно считается не самой умной. Но так ли важен IQ, если ты дочка миллиардера? Уровень умственного развития этой блондинки такой же, как и у Линдси Лохан. Замыкает лихую тройку подружка номер три. И это, конечно, Бритни Спирс. Несомненно, в число достоинств Бритни не входит интеллект. Еще в начале своей карьеры эта девушка заслужила статус поп-иконы и умудрилась в кратчайшие сроки потерять его. Возможно, именно в результатах теста Айзенка и кроется причина постоянных неудач бедной Бритни. Показатель певицы 95 баллов. «Я никогда не хотела побывать в Японии. Просто потому, что я терпеть не могу рыбу. А ведь там у них в Африке все едят ее постоянно», – говорила Бритни. «А где в этом году пройдет Каннский фестиваль?» – спросила Кристина Агилера, когда получила приглашение стать гостей знаменитого кинофестиваля. И правда, где бы это могло быть? Результат Кристины Агилеры тоже составляет не больше 90 баллов. К числу тех, чей уровень умственного развития граничит с нижней отметкой, ученые причислили и Владимира Жириновского. Удивлены? Но посмотрите на поведение политика. Ведь только не очень развитые интеллектуальные люди, как считал Айзинг, не могут держать себя в руках. Конечно, можно допустить, что Владимир Вольфович брыжет слюной и трясется ради привлечения еще большего внимания к своей персоне. Ну как же тогда его цитаты? «До самой смерти я буду участвовать в выборах. Даже с кладбища буду участвовать. Еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу». Политический собрат Жириновского Виталий Кличко тоже славится своими цитатами. «Поздравляю всех с Новым годом. Желаю, чтобы вы не знали горе, удачи, любви, счастья и особенно здоровья». Поздравил киевлян мэр-боксер. Наверное, когда-нибудь все кличкизмы будут изданы и станут популярнее, чем сборник анекдотов. «Мой брат Владимир мне как брат», говорит Виталий. «А чем человек старше, тем больше ему лет», утверждает он. Предположительно, IQ боксера не превышает и 60 баллов. На вопрос, какая фамилия у мужа Надежды Крупской, Ольга Бузова уверенно ответила – Крупский. Из высказываний Оли уже можно составить толстенький томик Перлов. Величайшая из величайших. Именно так певица говорит о себе. «Ты дурой-то не прикидывайся», – как-то посоветовал ей Степан Менщиков. «А я и не прикидываюсь», – ответила Оля. Ученые определили уровень интеллектуального развития, величайшей Бузовой, всего в 40-45 баллов. Кого-нибудь это удивляет? Чуть умнее величайшей ученые сочли только Дану Борисову. Ее уровень умственного развития не может быть больше 35, считают исследователи из Академии наук. Чтобы стать похожей на Дану, ее фанатка осветлила волосы и вышибла себе мозги, шутят в интернете. Примерно на одну ступень с Даной исследователи поставили Настю Волочкову и Машу Малиновскую, когда-то заседавшую в Белгородской областной думе. Этот обзор мы начинали с того, что сообщили вам, что только одна российская звезда согласилась пройти тест IQ. Это была Оксана Пушкина. При норме 90-115 баллов уровень интеллектуального развития телеведущей составил 147. Оксана – известный журналист, правозащитник и писатель. Дэвид Духовный стоит практически на одной ступени с российской телеведущей. Хэнк Муди – обладатель ученой степени по английской литературе. Кроме многочисленных ролей в кино, Дэвид может похвастаться несколькими бестселлерами и уровнем IQ в 145 баллов. Факт, что Шерон Стоун – одна из самых умных актрис эпохи Нью-Голливуда, не удивит никого. Однако о том, что Шерон является дамой французского ордена искусств и литературы, знают не все. В пять лет Шерон уже училась во втором классе школы, поражая своих учителей феноменальной памятью и сообразительностью. Интеллектуальный уровень звезды основного инстинкта – 154 балла. Красавица Кейт Бекинсейл увлеклась литературой и изучением языков с детства. Образование она получила в Оксфорде. Восхитительные внешние данные и талант просто не могли не привести Кейт на сцену театра, а потом и в кино. Ее коэффициент интеллекта равен 160 баллам. Такой же уровень IQ имеет Мэтт Дэймон, Квентин Тарантино и Лиза Кудроу. Один из умнейших актеров – это Роуэн Аткинсон. Не удивляйтесь, да-да, это тот самый мистер Бин из всемирно знаменитых телескетчей. У актера ученая степень доктора наук и образования в сфере электроники. Театром он увлекся в Оксфорде. Аткинсон – любимец всей Британии и не только, он меценат и миллионер, а также обладатель уровня IQ в 178 баллов. Ну кто же все-таки самый умный, спросите вы? Самый умный актер в мире – Джеймс Вудс. Величайший мизантроп, жена-ненавистник, алкоголик и хулиган, когда-то мечтал о политической сцене, но бросил учебу в университете, влюбившись в театр. Став ярчайшей бродвейской звездой, Джеймс отправился на покорение Голливуда. Фабрика звезд, как и бродвейские подмостки, не устояли перед талантом Вудса, его поистине дьявольским обаянием и интеллектом, уровень которого на несколько пунктов превышает рекордные 180 баллов. А какой уровень IQ у вас? Пиши в комментариях. Ставь лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик, впереди много интересного. Удачи!